Ян Матвеев, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Ян, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Что можно сказать после подобных заявлений о том, что в России назревает внутренний конфликт между ЧВК? Какую позицию будет занимать в этом всем государство и военная структура этого? Ну, я бы не стал преувеличивать и говорить о каком-то там большом конфликте. Понятно, что Пригожину нужно постоянно выходить в инфополис чем-то с какими-то громкими заявлениями, обвинениями и так далее. Он это делает, постоянно находит какие-то поводы. Ну и в данном случае речь идет не о классических ЧВК, частных военных компаниях, а скорее об таких получастных подразделениях военных. По сути, это некие группы добровольцев, которые подписали там тот или иной контракт и их, видимо, спонсируют через определенные структуры, которые все равно связаны, аффилированы с государством. Ну, считать Газпром не государственной структурой, наверное, как-то странно. И, естественно, все это не является независимыми какими-то подразделениями. Это такая разновидность тех же самых национальных батальонов, которые создавались еще прошлым летом. Во многих регионах пытались их создать российские власти. В некоторых получилось небольшие подразделения сделать, там, в частности, в Казани, в Татарстане, да, в некоторых других, в Башкирии есть свои батальоны. Вот, это такая частично пиар-история, частично из регионов спонсируются эти подразделения, им там что-то отправляют, плюс какие-то сборы идут от местных жителей. Вот, видимо, тут то же самое, только со стороны каких-то крупных компаний, может быть, различных коррупционеров, которых в российских кремлевских СМИ принято называть бизнесменами, как и Пригожина того же самого. Вот, а насчет конфликта не думаю. Это продолжение все того же самого противоборства Пригожина и Минобороны. Естественно, он хочет больше власти, больше денег, больше людей, ну, что, соответственно, подразумевает власть и возможности. И вот к этому все и ведет. Ян, ну, в этом конфликте Минобороны и Пригожина все-таки мяч на стороне Минобороны. Насколько мы понимаем, без высшего руководства военного вряд ли бы ЧВК «Вагнер» направляли на самые горячие, в самые горячие участки фронта, где их просто уничтожают массово? Нет, ну, понятное дело, что Минобороны – это такая большая сила, с которой Пригожин не может тягаться напрямую. Но мы все понимаем, что наверняка он это делает как-то через Путина, скорее всего, лично. И там такие внутриэлитные какие-то кремлевские разборки идут. И, естественно, всеми этими выступлениями он просто выторговывает себе какие-то условия, чтобы потом, когда дальше будет разговаривать с Путиным или с кем-то еще, потребовать себе еще что-то, каких-то уступок, новых снарядов еще, какую-то технику потребовать. Вот мы видим, что у вагнеровцев достаточно современная техника есть в его подразделении. Плюс вот эта вот очень смешная новость про сына Пескова, который якобы был на фронте в составе ЧВК Вагнера, я думаю, тоже добавила медийности Пригожину немножко. И вот он продолжает на этом играть и продолжает рассказывать, что, вот, дескать, ЧВК Вагнера – самое боеспособное, единственное нормальное боеспособное подразделение. Поэтому, значит, нам нужно все, вот их, их ЧВК Вагнеру, а все остальные ничего не могут. Какое все-таки действительно среди населения не того, которого вот агитируют в местах не столь отдаленных, а тех, которые приходят в этот центр красивый, который демонстрируется на пропагандистских картинках. Каково количество этих людей? Что это за люди? Что их мотивирует? И действительно ли их мотивацией, им мотивациям отвечают то, что могут предложить ЧВК? А как они их туда затягивают? Ну, я думаю, главная мотивация сейчас в любом случае – это деньги. Судя по всему, никакая вот эта вот псевдопатриотическая мотивация о том, что там надо Родину защищать и так далее, она не особо работает. Никаких очередей там на все эти вербовочные пункты, что вагнеровские, что остальные, нигде я не видел. И судя по жалобам Пригожина, что ему не хватает людей, люди не идут даже за большими деньгами в ЧВК «Вагнер». И вся вот эта история с наймом заключенных, она тоже была, не нужна бы была, если бы люди шли воевать вот так вот по доброй воле большим количеством. И Пригожин все прекрасно понимал, поэтому он сразу и пошел через тюрьмы. Но ему эту возможность обрезали, осталось только зазывать наемников, что и делают активно, конечно, там реклама висит буквально повсюду. При том, что статья за наемничество уголовное в Российском кодексе все еще существует. И все эти действия, конечно, абсолютно незаконны, даже по тем законам, по которым, по идее, должна жить путинская Россия. А может ли возникнуть еще какой-то мощный такой деятель наподобие Пригожина, по вашим оценкам, на фоне создания других ЧВК? Возникнет ли действительно такая группа вот этих мощных таких деятелей, которые, по сути, обзаводятся своими дружинами, своими частными армиями, наемниками? Или это поле все-таки, все-таки роль Пригожина, она уж какая-то очень уникальная? И повторить этот путь невозможно. В конце концов, много лет надо подносить омлет президенту, наверное, для этого. Ну, в том числе, конечно. Но понятно, что ЧВК Вагнера тоже создано давно, и Минобороны, так скажем, пропустило момент, когда можно было с Вагнером бороться. Сейчас это уже выглядит сложно, гораздо сложнее, чем раньше. То есть раньше они с вагнеровцами мирились, вагнеровцы делали там черную работу в Сирии, в Африке. Ну, там, Минобороны не особо было в этом заинтересовано в Африке, но какую-то политическую работу для путинской власти они там в том числе делали, помимо своей работы по обогащению того же Пригожина. И, естественно, Пригожин, он как бы постепенно вырос в этом всем, и ЧВК Вагнера выросла, и вот теперь разрослась до такой мощной структуры. Я не думаю, что Минобороны сейчас допустят появление чего-то подобного, потому что это будет уж слишком, как-то, наверное, чересчур для них. И все такие начинания, которые как-то и будут делаться, они будут оставаться в каком-то очень небольшом таком варианте, вот как вот вышеперечисленные, то, что мы сегодня уже обсудили, севдо-ЧВК там от Газпрома и так далее. В любом случае у Минобороны всегда есть этот рычаг уголовного преследования тех, кто захочет, если вот какой-то там коррупционер, нажившийся, миллиардер путинский захочет создать своего ЧВК, всегда к нему может прийти ФСБ, сказать, вот вам уголовная статья наемничества, пойдемте, пожалуйста, в СИЗО. Но, естественно, это тоже все понимают. С Пригожиным так сейчас уже не поступишь, он слишком близкий человек к Путину, ну и как-то уже все сжилось с этим. Это будет выглядеть странно для сторонников войны, конечно, и из Кремля не дадут санкцию, наверное, на арест Пригожина, пока к этому нет каких-то предпосылок. Вот, ну а так, я думаю, Минобороны будет, конечно, пресекать такие возможности. Я бы хотела еще добавить информацию вот из свежих информационных источников по поводу того, как же все-таки относятся новоприбывшие к тому, что происходит на поле боя в Украине. В последнее время в российских войсках значительно выросло число жалоб на условия службы, а вместе с этим общее недовольство ходом войны в Украине. Об этом говорится в аналитическом отчете Американского института изучения войны. Военные эксперты подсчитали, что только за последний месяц в интернете появилось не менее двух десятков видеообращений, мобилизованных, заявляющих, что их без подготовки, снаряжения и огневой поддержки бросают на штурмы укрепрайонов противника, как пушечное мясо. Поступает сообщение, что высокий уровень возмущения наблюдается даже и в подразделениях спецназа элиты армии Российской Федерации, где, по утверждениям военных блогеров, началось дезертирство. Ну вот, понимая все эти факты, да, информация просачивается каким-то образом, но мы видим, что планы по количеству дополнительных мобилизованных, они не уменьшаются. Люди, точно так же беспрепятственно понимая, что у них нет никаких юридических способов себя защитить, надевают то, что им выдают и идут на убой в Украину. Ну, зная вот эту информацию, как вы думаете, она как-то хотя бы может повлиять и на кого? Ну, я думаю, конечно, влияет. Всегда есть определенные люди, которые будут подчиняться и верить в свою судьбу, думать, что там их, меня это не коснется, со мной будет все хорошо, я сделаю, как мне скажут. Но понятно, что все эти факты увеличивают процент людей, которые, наоборот, понимают, что, ну нет, тут совсем пахнет жареным. И даже несмотря на их взгляды, там, на политику, может быть, они Путина любят, вполне возможно, но они будут понимать, что так, тут совсем опасно, давайте-ка я придумаю какой-то способ, как этого избежать. Начиная от каких-то таких законопослушных, так скажем, способов, там, договориться, получить бронь, там, может быть, дать взятку, получить освобождение по, там, здоровью, еще что-то. Ну и заканчивая уже более такими адекватными и правильными методами, как убегать, там, не ходить в военкомат, избегать повесток и так далее, и так далее, там, уехать из страны. И, естественно, конечно, это все влияет. Но понятное дело, что в стране с большим населением, в России все-таки большая страна, ну, будет определенный процент людей, которые все равно будут послушно идти. Плюс остается вот эта вот заманчивая тема денег. Все-таки в России люди живут очень бедно, и в регионах очень многие получают очень мало, имеют большие там задолженности, много кредитов. И все эти посылы, которые дает российская армия, они, ну, по идее, по логике, да, этих людей могут помочь им решить их проблемы. И вот, кстати, возвращаясь к теме ЧВК Вагнера, то, что вы говорите обращения, совсем недавно же были обращения от мобилизованных, что их, ну, по сути, насильно переводят, то есть отдают в ЧВК Вагнера. То есть там, по-моему, одно или два таких было случая точно подтвержденных. Вот тоже пример того, много ли людей идет воевать за Пригожина по его найму. Вот если бы шло много, то, конечно, не нужно было бы мобилизованных насильно давать ему в подчинение. Спасибо, Ян. Мы говорили о ЧВК Вагнер и о нехватке ресурсов, о которой говорит Пригожин, возглавляющий это собрание наемников. Ян Матвеев, военный эксперт, был в нашем эфире.